Добрый вечер. Что касается недели, опять же повторюсь, у нас были созданы условия более-менее, но хотелось бы работать, конечно, новым. То, что мы запланировали, в принципе, все выполнено. Единственное, нам пока не привычно, это, конечно, температура. Температура жарковата нам. Съездили на экскурсию, посмотрели. В Иерусалиме были, не напомню. То есть ребята тоже впечатлились, немножко отдохнули и недельку поработали именно в детали, готовились к игре. Уже более конкретно, наверное, ребятам рассказали о индивидуальных действиях соперника, где ребята есть быстрые, как они могут перестроиться, как они действуют на стандартных положениях, как действуют в развитии, как действуют в обороне. То есть эти моменты уже более, наверное, продуктивно. Мы посмотрели и увидели, где сильный, где слабый. Первый тайм мы больше присматривали сопернику. Атмосфера была очень классная, крутая, футбольная. Во втором тайме мы немного поняли, что нам нужно делать и как играть. В любом случае, вторая игра – это шансы сидеть сейчас 50 на 50. И у нас классная команда, классный коллектив. Мы никого не боимся. Мы завтра выйдем и будем играть в футбол. Мы знаем, кто за нами стоит, кто нас поддерживает. И в любом случае мы хотим пройти дальше. Матчи состоят на Еврокубках. Грубо говоря, мы сыграли сейчас один тайм, сейчас у нас будет второй тайм игры. И мы, наверное, постараемся. То есть, как я и, наверное, английской клиентой сказал, что мы остались в игре. И есть шанс у нас, мы будем стараться, хотят, по крайней мере, ребята хотят тоже проявить свои лучшие качества. По крайней мере, когда я был в игре все время, то есть, когда ты играешь на таких стадионах и заполненные, если ты играешь за команду, и пришли на тебя, смотрите, те болельщики тебя поддерживают, у тебя продевается больше энергии, то есть, у тебя запала больше. Но, если говорить, что если без болельщиков, то я думаю, что уровень команды соперников очень хороший. Это очень хорошая команда, я подчеркнул, индивидуальные, очень сильные футболисты, на которых надо обращать внимание. Я думаю, это всегда для любого клуба, когда есть поддержка, то легче играть. Понятно, что мы скучаем по близким нам людям и по дому, родные стены, всегда по ним будем скучать. Но, я повторюсь, у нас очень классный коллектив, у нас очень профессиональный тренерский штаб, который нам помогает здесь находиться в комфортных условиях. Весь персонал, который у нас есть, то есть, нам не на что жаловаться. Поэтому, я повторюсь, у нас в головах только одни мысли сейчас о победе и пройти дальше. Ни физические формы не тяжело держать, но самая тяжелая – это психологические формы. Потому что мы все люди, мы хотим семью, то есть, так говоря, но мы профессионалы, стараемся выполнять. Потому что мы нечасто играем в Еврокубке, если хотелось бы прогреть себе лучшим качеством ребяток. Терпит пока, что, я говорю, самый тяжелый психологический момент на плане, что мы уже в четвертую неделю не можем попасть пока домой. Мы уже 4 месяца находимся в таких условиях, когда… Четыре недели, извиняюсь, находимся в условиях, когда, ну, немного жарче, чем у нас в Беларуси. И понятно, что любой человек должен адаптироваться, тем более это наша работа, и мы должны оставаться профессионалами. По поводу завтра, обе команды будут в одинаковых условиях, поэтому на это не нужно делать какие-то скидки. Он спрашивает, если будут какие-то изменения в команде, которая будет играть. У вас есть команда, один из которых играют, еще она… Запасный. Запасный. Будет изменения какой-то? Изменения? С прошлой недели. Вы хотите, чтобы ты уже сегодня и узнал, как вы на состав вышли? Тот вопрос в другом, но я в прошлый раз не подметил, даже тот момент, что перед прошлой игрой у нас получил один из лидеров в Краун. Вы знаете Антона Кутила, который тоже играл на очень хорошем уровне. Наверное, он играл на минус пока что наш. И он в этой неделе тоже не будет. Он как раз по прилету, но вы сами понимаете, на переезду все это получил так. На тренировке как раз за день до официальной, даже за два дня до официальной игры получил травму. И это, наверное, потеря для нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok